Самолеты древней цивилизации Самолеты Куимбая, или самолеты Толема, являются золотыми артефактами, найденными в Колумбии созданной цивилизацией Куимбая. Датируемые между тысячного года до нашей эры и тысячный год нашей эры, многие из изделий представляют собой современные конструкции самолетов и считаются необъяснимыми артефактами. Модели имеют размеры от 5 до 7,5 сантиметра каждый, описаны в основной археологии как изображающие птиц, ящериц, земноводных и насекомых. Многие из них все еще выставлены в музее Боготы. Что делает эти модели самолетов настолько удивительными, так это то, что они аэродинамически точны. В 1994 году немецкие авиационные инженеры Питер Белтинг и Конрад Люкберс создали более масштабные радиоуправляемые модели этих артефактов. Они доказали, что конструкции летают как с помощью простого одиночного поршневого двигателя с пропеллером, так и с реактивной тягой. Удивительная реалистичность этих артефактов поражает, особенно если учесть, что механический полет не был известен до полета братьев Райт в 1903 году. Как же тогда, доколумбовая цивилизация в 1000 году до нашей эры, смогла понять передовые концепции аэродинамики и дизайна крыла? Ведь это была цивилизация, которая едва развела способность использовать бронзовые инструменты, все еще жила в кирпичных постройках и использовала живое пламя для освещения. Здесь может быть только одно правдоподобное объяснение. В это время на Земле присутствовали высокоразвитые существа, которые вероятно и построили эти крылатые летательные машины. Самолеты Куимбая представляют собой миниатюрные копии этих летательных аппаратов. Люди Куимбая вероятно считали, что это волшебные существа, и надеялись, что малые их версии принесут магическую силу владельцам этих золотых артефактов. Вероятно эти пришельцы летали на них, пересекая континенты океана, посещая многие части планеты, как задокументировано в многих древних свитках. Есть также версия что создателями древних самолетов являются вовсе не пришельцы из космоса, а вполне земные люди, родом из погибшей Атлантиды. Большинство обнаруженных золотых изделий сделаны из сплава Тумбага с 30% меди, очень похожего на упоминаемые Платоном механизмы, в его диалогах о потерянной Атлантиде. И возможно летали на них виманы, летчики описываемые в древней индийской книге Махабхарата.